Шайбу готовы скандировать жители дома на улице Нагорная. Процедура шайбирования, ее производят для экономии тепла, разделила дом на тех, у кого батареи греют, и тех, кто мерзнет в своих квартирах. Почему тепло берегут за счет соседей, выяснял городской дозор. С понижением температуры воздуха возмещаются жители прохладнее стало и в квартирах. Почему батареи не работают на полную мощность, добиться от коммунальщиков люди не могут. С погодой в их доме экспериментируют уже месяц, сетуют жильцы. Отопительный сезон здесь начался в начале октября, но батареи очень быстро остыли. Сейчас они греют в полсилы. Сейчас мы видим то, что батарея получается, вот сама батарея, то есть вверх у нее где-то до середины горячие, сами по себе они внизу холодные. Почему она мерзнет, Светлана решила выяснить у коммунальщиков. Те женщины объяснили, ради экономии на трубах отопления установили шайбы. И теперь возмущается молодая мама, ее семья рискует простудиться. Мы снова обращали, что надо же что-то делать. Нам сказали, если у вас будет температура ниже 18, либо ниже 18 градусов, обращайтесь, мы замерим, и там уже будем решать эту проблему. Жители так и поступили. Однако коммунальщики доставать термометры не спешат. Но сантехники неоднократно приходили, просто смотрели, спрашивали и уходили. А действий никаких не предпринимали? Действий никаких не предпринимали. В управляющей компании о холодной проблеме знают и без измерений. По предписанию энергетиков нынче в доме установили сразу две шайбы. В итоге дом вообще остался без тепла. Свердловскими половинцами созвонились. Они нам разрешили убрать шайбу на падающем трубопроводе. Ситуация улучшилась в лучшую сторону. Значит, сейчас на данный момент там остался один стояк именно по тем квартирам. Уже на завтра назначена гидропромывка стояка, по которому находятся замерзающие квартиры. Если и она не даст результаты, то коммунальщики уже совместно с энергетиками будут думать, что делать дальше. Но в любом случае жители без тепла не останутся. Юрий Шумков, Владимир Середа, Городской дозор.